Продолжение следует... Но нам придется пораньше закруглиться, потому что по соображениям безопасностями до того, как прибудут высокопоставленные гости, тут служба безопасности должна будет поработать. Господин Мамадулу Амададжало, пожалуйста, стриминг прекратите, нам нужно технические элементы вывести на экран. Попрошу координаторов подготовиться и подготовить стриминг из Майами, из Флориды, чтобы они могли поучаствовать также. А мы буквально через 4 минуты начнем. Продолжение следует... Кто-то из секретариата форума может сюда подойти, в первый зал, чтобы на столе президиума выставлены были таблички участников. У нас начинается секция по контенту и СМИ. И, пожалуйста, готовьте ваши вопросы по этой тематике, если у вас такие возникнут. Пожалуйста. Объявление делается по-китайски. Продолжение следует... Я на Урду сейчас делаю выступление... Спасибо за просмотр! 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 У нас, к сожалению, не получилось видеосвязь обеспечить утром. Я думаю, что нарушений таких больше у нас не будет. А позвольте представиться. Меня зовут Солония Матамамару. Я буду возглавлять работу этой секции, буду модератором. Я вам хочу представить и отдалю удаленных модераторов. Пожалуйста, трое встаньте. И, пожалуйста, я буду представлять участников подиумной дискуссии. Поскольку у нас карточек нет, встаньте, когда я буду вас представлять. Господь, госпожа Шмалака из Фонда цифровых прав, Пакистан. Рады видеть вас здесь, в этом зале сегодня, Шмала. Доктор Аша Абдулла, профессор по журналистике и массовым коммуникациям. Американский университет в Каире. Может быть, помните, что не так давно на Тунинской площади была арабская весна. Так что ему есть что сказать о динамике развития СМИ и контента. Руководитель государственной политики в Фейсбуке, а также глава отдела по международным связям, представляет Европейский союз вещателей, Всемирный союз вещателей. Зовут его Джакомо Мацоне. Их удаленные наши участники. Профессор Луц Эйнэйгел из Тецкландского университета. Раньше работал судьей в Колумбии, но вынужден был бежать из страны, потому что угроза была жизни его буквально в контексте разбирательства по торговому иску, которым он принял участие. И доктор Йик Чен Чин, очень рада видеть вас среди нас. Вы из Китая и являетесь доцентом по вопросам СМИ и коммуникации. Извините, извините, если перевираю фамилии и название китайские. Итак, мы решили следующим образом поступить. Не будем слушать речи из президиума, а устроим такой интерактивный диалог, если вы не возражаете. И хотели бы, чтобы вы в этом динамичном начинании приняли активное участие. Но динамичным эта секция станет только в том случае, если действительно это будет улица с двусторонним движением. Так что, пожалуйста, задавайте вопросы, перебивайте, если такое желание возникнет. У нас будут вопросы по политике. Например, является ли средство массовой информации придатком властей-предержащих? Могут ли средства массовой информации выступать действительно в качестве механизма сдержек и противовесов? Каковы условия и среда политическая для обеспечения свободы СМИ? Является ли свобода СМИ абсолютной величиной или есть ограничения? Каковы, возможно, ограничения свободы СМИ? Существует ли ответственная и безответственная журналистика? Примеры фейковых новостей. Передовая практика или кодекс поведения, если такие кодексы существуют. Как можно защитить и нужно защитить средства массовой информации? Что такое конкретно фейковые новости? Как их определить? Нужно ли саморегулирование или нужно ожидать регулирования от властей? Как можно использовать возможные формы контроля для борьбы с фейковыми новостями? Как обеспечить свободу СМИ и развитие ответственной журналистики, если действительно о таковом можно говорить? Какие существуют международные организации и площадки для решения всего этого комплекса вопросов? Сейчас хотела бы предоставить микрофон профессору Раш Абдулла Абдулле. У вас будет по три минуты на выступление, а затем откроем микрофон для зала и для наших удаленных участников. Пожалуйста, профессор Абдулла. Спасибо, рада выступать перед вами сегодня. Много вопросов вы нам набросали. Я попытаюсь ответить на некоторые из них. Три минуты – это очень небольшой срок для такой обширной тематики. Начну с нескольких ключевых вопросов. А именно, могут ли средства массовой информации выступать в качестве гаранта и хранителя свобод? Или же это средства массовой информации стоят на службе властей и придержащих? Свобода слова, свобода выражения мнений в мире. Чем больше свобода слова в обществе, тем больше могут СМИ выполнять свои функции, то есть выступать в качестве гаранта и хранителя свобод. К сожалению, мы сейчас видим наступление во всем мире на свободу СМИ, даже в обществах, которые, с нашей точки зрения, всегда считались более демократичными, чем другие. Главы государства пытаются надеть намордник, если можно так выразиться, на этих сторожевых псов свободы и демократии. То есть даже в флагманах демократии такие факты имеются. И нужно сказать, что это довольно скользкая дорожка, достаточно не уступить, чтобы затем скатиться по наклонной плоскости очень быстро. Ну, что я хотела бы сказать за предоставленные мне три минуты. Ну, определение, дефиниции. Некоторое время назад был у нас воркшоп со спецдокладчиком ООН по свободе выражения мнений. Я предлагаю рассматривать фейковые новости как нечто, что распространяется с намерением обмануть. Это не ошибка репортера, а намеренное введение в заблуждение. То есть имеется намерение. Это одна сторона. Далее определенные последствия. Ну, вы знаете, я думаю, что мы должны каким-то образом научиться извлекать здравое зерно из миллионов буквально твитов, например, в день, который появляется. Как действительно выловить там фейковые новости? Интересный вопрос. Профессор Раша Абдулла буквально коснулась этого вопроса вскользь. Мы хотели бы поговорить о том, с чего начинались средства массовой информации. Это развлечение, затем информирование, воспитание. Это общественная площадка для обсуждения серьезных проблем у общества. Это обеспечение также роли гаранта СМИ, гаранта свободы, гаранта демократии. Вот каковы функции средств массовой информации. А теперь перейдем к диакому Мадзоне. Давайте посмотрим, что происходило у нас вчера во Франции. Отмечалось столетие со дня завершения Первой мировой войны. И мы могли увидеть, как СМИ используются как инструмент пропаганды здесь в Европе. На эту тему, может быть, несколько слов за свои три минуты скажет господин Мадзоне. Спасибо, спасибо за то, что пригласили меня выступить. Да, перемирие или конец Первой мировой войны – это момент, когда зародились средства общественного вещания в Европе. Тогда еще телевидения не было, и радио использовалось. То есть радио использовалось как раз для того, чтобы возбуждать ненависть в людях в свое время. И поэтому после того, как закончилась Первая мировая война, было принято решение о том, что нужно обеспечить межгосударственное регулирование вещательных организаций, и с тем, чтобы нельзя было использовать на уровне государства медийные организации для разжигания ненависти. Нужно сказать, что у нас ситуация весьма похожая сложилась на сегодняшний день. Определенный раскол в обществе вызван, в частности, вызван как раз переходом на цифру в обществе. Фактически отсутствуют модераторы, отсутствуют посредники. Люди получают информацию в сыром, непереработанном виде. И это неправильно, потому что потребность в такой предварительной переработке осмысления существует. Требуются модераторы. Знаете, точно так же можно сказать о врачах. Вы же не пойдете абы к кому, чтобы разобраться, что происходит у вас в организме. Вам нужен врач. Точно так же для происходящего в мире нужно какое-то осмысление. Еще один момент интерактивность. Если раньше вещатель говорил для многих, теперь ситуация иная. Вы можете напрямую взаимодействовать. Вы, как вещатель, можете взаимодействовать с гражданами, получать обратную связь. Это и гражданская журналистика, и многие другие начинания, которые мы инициировали для того, чтобы все эти изменения каким-то образом поставить в благотворное русло. Но функции хранителя свобод сохраняются за средствами массовой информации, потому что власти без сдержек и противовесов, где бы то ни было, проявят всегда тенденцию к безраздельности, скажем так. Так что такая функция гаранта – это одна из первейших функций журналистики. Ну и защита журналистов чрезвычайно важна, потому что, знаете, самое простое средство положить конец какой-то дискуссии – это просто прикончить того, кто стоял у истоков этой дискуссии, то есть журналиста. Так что вопрос безопасности журналистов – это насущный вопрос современности, и ЮНЕСКО в этом плане на передовых позициях находится. Сейчас действительно средства массовой информации и журналисты находятся под большим прессингом. Спасибо, господин Бадзоне. Пожалуйста, покажите нам профессора Нейгеля из Майами. Лиз, меня слышно? Луз, вы наслышите? Если меня не слышно, покажите нам, пожалуйста, на экране Луза Нейгела. Пока мы ждем, упомяну, что сказал господин Бадзоне. Очень интересный момент, в частности, динамика развития средств вещания и как все это изменилось с точки зрения связи с массами. Начиналось все с печати, с печатных изданий, затем радио, затем телевидение, возможность общения с массами. Но пока мы ждем, пока у нас появится Луз. Вот она уже у нас в эфире. Я попрошу начальника отдела публичной политики в Фейсбуке Анки Дас выступить. Вас три минуты. Да, очень своевременная тема. Мы в Фейсбуке как раз думаем над тем, как эффективно бороться с дезинформацией. Это одна из целей нашей компании на сегодняшний день. У нас имеется специальный механизм, направленный на повышение качества и аутентичности, подлинности тех новостей, которые попадают на нашу платформу и затем крутятся на ней. То есть мы убираем контент, который нарушает наши установленные стандарты Фейсбук-сообщества. Отказываем в распространении контента, подлинность которого под вопросом. Информируем пользователей о том, что новостная информация должна представляться в большем контексте. То есть это и контроль над тем, что на платформу попадает, а также обновление и изменение продуктов, которые помогают пользователям понимать, что такое, различать подлинные новости и фейковые новости. Если какая-то у нас информация, какое-то оповещение поступает, то мы проводим проверку фактов. Это у нас эксперты, которых мы привлекаем. И международный сертификационный орган подтверждает нашу информацию. То есть эксперты уполномочены этим органом. И если определяется, что дали на информация фейковая, то эта информация не попадает в ленту новостей. На 80% сократился приток фейковых новостей на нашу платформу. Мы огромные средства вкладываем в разных странах во всем мире для того, чтобы традиционные СМИ проводили информационные кампании по информированию общественности о людей, о фейковых новостях, о том, что они собой представляют, откуда они берутся. То есть, чтобы люди становились разумными пользователями. То есть нужно, чтобы люди знали о том, что это такое, как их распознавать. Это положит конец распространению таких фейковых новостей. Спасибо. Такой вопрос Анке будет. Вот помните скандал, всю эту сагу с Кембридж Аналитика? Какое-то это последствие имело? Этот скандал имел на повышение чувства ответственности Фейсбука. Привело ли это к тому, что вы обратили внимание в Фейсбуке на фейковые новости и их распространение? Спасибо большое. Да, мы учимся на собственном опыте. Соответствующие усилия прилагаем к тому, чтобы обеспечить морально-этические нормы, с тем, чтобы наша продукция, если можно так сказать, была бы адекватной. Огромные также усилия прилагаются к обеспечению транспарентности. Мы смотрим, например, по политрекламе, кто именно эту рекламу запускает. Все это мы проверяем. То есть мы считаем, что транспарентность нужна. Когда мы публикуем какие-то рекламные сообщения, публикуем также их источник. Ну и также серьезно боремся с распространением фейковых новостей. И буквально за полминуты. В какой части это саморегулирование, насколько это регулирование? Я видела, что Еврокомиссия говорила о регулировании в отношении фейковых новостей. Какая у вас доля саморегулирования и доля регулирования со стороны? Я говорила о ответственности экосистемы. Понятно, что мы принимаем определенные меры. Но, конечно, нужно, чтобы и потребители, и генераторы новостей действовали в соответствии с нормами. Знаете, если вы регулируете, что вы регулируете? Вы регулируете сегодняшние процессы, завтрашние заблаговременно вы зарегулировать не можете. Поэтому я думаю, что нужно лучше всего, чтобы справиться с проблемой, обеспечить саморегулирование, вовлекая в саморегулирование всех пользователей. Спасибо большое. Ну а теперь у нас профессор Луз Нейгель. На экране три минуты у вас. Что вы можете нам сказать по поводу публичной политики и в отношении средств массовой информации? Мы вас очень хорошо слышим. Доброе утро. Спасибо, что пригласили меня. Хочу подчеркнуть следующее. Роль СМИ велика и сохраняется. Это основа основ демократии. Роль средств массовой информации отстаивает всяческие демократию. СМИ должны стоять на страже транспарентности демократических процессов. Демократия и СМИ представляют информацию, также играют важную роль с точки зрения выявления определенных проблем в обществе. Кроме того, СМИ также способствуют проведению здоровой, трезвой дискуссии по этим проблемам. И что мы наблюдаем сегодня? Что вот это доверие к СМИ постепенно утрачивается. И я думаю, что во многом эта утрата доверия происходит из-за того, что СМИ иногда ошибочную информацию представляет. Или даже с каким-то уклоном небеспространственную информацию. И когда такое происходит, когда эта проблема никак не решается, это и приводит к потере доверия к СМИ. И это большая проблема на самом деле, которая сейчас стоит очень остро. К тому же социальные СМИ появились, которые способствуют распространению вот этой ошибочной, неправильной информации, неверной информации. Так что я думаю, что именно вот это, собственно, является важнейшими проблемами СМИ сегодня. Кроме того, в дополнении к этим вызовам есть и определенная цензура, которая существует сегодня в средствах массовой информации. И во многом это является, или такая цензура имеет место по вине компаний. Компании, которые платят за рекламу в СМИ, или вообще компании, которые владеют этими средствами массовой информации. То есть эти компании пытаются навязать определенную точку зрения, протолкнуть определенные взгляды и так далее. Спасибо. Спасибо, Луз. Мы к вам еще вернемся. У нас тут небольшие технические неполадки. Я прошу Шмайлю выступить вкратце. Возможно, вы расскажете о ситуации в Пакистане. Ну, а к Луз мы еще вернемся, потому что у нас вопросы к Луз есть. Большое спасибо. Спасибо за возможность выступить. Спасибо за то, что вы здесь. А в том, что касается медийного ландшафта и новых технологий, их роли. На самом деле здесь можно отметить две тенденции. Или к чрезмерной зарегулированности, или наоборот регулирования недостаточно. Ну, мне хотелось бы также поставить вещи как бы в их контекст. Что мы, собственно, имеем в виду, когда говорим о свободе СМИ? Потому что мы видим, как это понятие как-то идеализируется, что оно становится объектом различных международных соглашений. Но на самом деле мы должны также думать о том, каковы реалии. Как наше общество воспринимает понятие свободы прессы? Как это понятие интерпретируется в том или ином обществе? Потому что в некоторых обществах имеет место несколько идеализированная интерпретация. И в Конституции также зачастую формулируется это понятие. И при этом ясно, что все будет зависеть от того, в Конституции какого государства идет речь. Например, в нашей стране, в Конституции, говорится прежде всего о национальных интересах, о недопустимости, оскорблении ислама и так далее. Кроме того, во многом мы также должны учитывать и ту роль, которую играют социальные СМИ, электронные СМИ, новостные агрегаторы. И рассматриваются понятия свободы прессы сквозь призму этих относительно нововведений. Кроме того, есть целый ряд игроков, которые так или иначе участвуют в формировании политической реальности, политических реалий в отношении свободы СМИ. Те же, например, военные, например, государственные какие-то игроки. Нужно помнить о том, что среда – это очень многогранная, и там задействуются различные игроки. И в такой среде даже понятие правды, истины тоже иногда попадает под какое-то регулирование, или кто-то как-то пытается свою истину, что ли, продвинуться, как-то отрегулировать этот вопрос. И с другой стороны появляются и новые концепты, такие как фейк-ньюс или псевдо-новости. И кто-то верит таким новостям, кто-то верит в те слухи, которые распространяются, опять же, с помощью электронных технологий. И из-за этого как раз и возникает такое неприятие, очень сильное неприятие к прессе, из-за фейк-ньюс, из-за псевдо-новостей. Иногда прессу обвиняют во всех грехах смертных и имеют место очень агрессивные нападки на прессу. А с другой стороны, власть преимущея также как-то пытаются свои ограничения ввести, иногда цензуру. И это тоже приводит к определенной напряженности. И все эти проблемы, может, расстоят очень и в нашей стране тоже, в Пакистане. Большое спасибо, Шмайла. Вы затронули ряд очень важных, интересных вопросов, связанных со свободой прессы, с ограничениями, которые сегодня существуют в плане этой свободы. И, кстати, свобода прессы, она также сформулирована и в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. И там есть три, правда, исключения, которые упоминаются, о которых все мы прекрасно знаем. И еще по поводу журналистов. Вопросы к нашему предыдущему оратору. Вы могли бы представить статистику по журналистам, которых похищают и которые пропадают? За два года, мне кажется, 150 у нас таких было активистов и журналистов. Которые, собственно, просто исчезли, видимо, их похитили. И вообще вот эта цифра на самом деле дает лишь слабое представление о той настоящей атаке, которую сейчас ведут в нашей стране против журналистов. Спасибо, Шмайла. Давайте вернемся к ЛУЗ. ЛУЗ, вы говорили о том, что СМИ тоже иногда совершают ошибки определенные, которые приводят, соответственно, к преследованию или к негативной реакции, к трати доверия со стороны граждан к средствам массовой информации. Как вы думаете, СМИ ответственны за эти ошибки или неточности? Насколько легитимно, насколько оправданно ждать, собственно, или сваливать всю ответственность на СМИ в этом отношении? И какая ситуация в США в этом отношении? Спасибо, САЛА. Да, конечно же, средства массовой информации не застрахованы от совершения ошибок. Это могут быть какие-то фактологические ошибки или неточности. И вообще сейчас очень много конкуренции между СМИ. Каждое издание, электронное или бумажное, постарается быть первым, чтобы подать ту или иную новость. В результате иногда они слишком спешат и публикуют непроверенную информацию или ошибочную информацию. Затем они пытаются как-то исправить проблему, отыграть назад. Но зачастую получается так, что этих усилий или недостаточно, а иногда просто вообще ничего не делается. И как раз это приводит к утрате доверия к СМИ. Вот, на наш взгляд, основная проблема такова. И в результате как раз распространились. Само понятие псевдоновостей расширилось. И теперь уже под это определение, под этот концепт подпадают также и простые ошибки. И вообще обстановка уже настолько накалилась в США, по крайней мере, что любая ошибка тоже квалифицируется как фейк. И тут же все начинают считать, что издание сделало это нарочно, намеренно. И в результате мы как раз и беспрестанно навешиваем тирлык псевдоновостей на любую новость, которая может быть немножко неточная или совсем полная. И все это приводит к возникновению самой настоящей враждебности в нашем обществе по отношению к СМИ. Ну и, опять же, есть безответственные лидеры, коих немало. Публика не всегда тоже проинформирована соответствующим образом. И в результате всего этого имеет место определенная манипуляция, манипулирование общественным мнением. И иногда такой манипуляции провести очень-очень просто, из-за недостаточной информированности публики. И все рассматривается сквозь призму личного политического мнения. Вот в такой среде мы сейчас эволюционируем. В США, по крайней мере. И мне кажется, что мы и наблюдаем как раз в США такое ветривание демократии, из-за того, прежде всего, что у нас нет трезвых дебатов, не ведется трезвого, спокойного обсуждения всех этих проблем. А СМИ продолжают соревноваться друг с другом, кто быстрее опубликует ту или иную новость. И вообще такое впечатление складывается иногда, что всем руководят большие деньги. Почему? Потому что все свелось к рейтингам. CNN соревнуется с Фоксом, Фокс соревнуется с CNN, чтобы занять на более высокое место в рейтингах. И как раз в результате всего этого они публикуют информацию, дают информацию, не проверив факты. Они спешат, вижу, только быстрее и побыстрее все это опубликовать. Спасибо, Алис. Да, и СМИ стремятся рекламировать себя во многом. Прежде всего. Именно этим они руководствуются. То есть их собственная популярность ставится во главу угла. И опять же рейтинги, рейтинги, еще раз рейтинги. Все это во многом и приводит к этим проблемам. Большое спасибо, Луз. Вы затронули очень интересные аспекты. Да, Луз, мы вас слышим. Мы к вам еще вернемся. Ну, буквально мы вот сейчас давайте, может быть, подумаем над тем, что вы говорили по поводу продвижения определенных точек зрения в СМИ, влияния, манипуляций с общественным мнением. О чем идет речь, собственно, здесь? Об продвижении каких-то потребительских взглядов или политических точек зрения. Вы об этом тоже говорили. Давайте теперь посмотрим на китайскую точку зрения. Прошу вас, доктор Ягдин Чин. Большое спасибо за то, что пригласили меня принять участие в этой экспертной дискуссии. На самом деле, во всех странах проблемы примерно одни и те же, будь то Европа, США или Китай. Три проблемы хочу особо отметить, общих проблем для всех стран. Это, во-первых, политические вопросы. Как вы знаете, в США уже говорят о некой пост в правде. В Азии, например, в Гонконге, где я преподавала несколько лет, журналисты сейчас продвигают определенные взгляды и позиции, вместо того, чтобы более нейтрально выступать. Так что вот этот политический вызов – это большая проблема для всех стран. Далее, вторая проблема – это финансовая устойчивость или стабильность СМИ. Появились новые технологии, которые тянули на себя значительную часть доходов обычных СМИ. В результате многие обычные традиционные СМИ оказались в затруднительной ситуации. Например, в Китае многие газеты просто или позакрывались, или вынуждены были как-то объединиться друг с другом, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Я знаю, что в других странах ситуация обстоит похожим образом. В ВВС, например, сейчас критикуются за то, насколько вообще оправданно то, что они получают деньги от государства. Ну и третий вызов – это вызов технологический. То есть проблемы связаны с появлением новых технологий, таких как искусственный интеллект или гражданская журналистика, блоги и так далее. Так что я думаю, что для того, чтобы у нас была качественная журналистика, необходимо руководствоваться определенными принципами. Во-первых, это минимизация политического вмешательства в работу СМИ. И это актуально для многих обществ, и для китайского общества в том числе. Далее. Необходимо также создавать все равные условия игры, как бы. Потому что мы сейчас говорим о переходных, так называемых, СМИ, но также и о новых СМИ, о платформах, о социальных СМИ, таких как Facebook. Вот в Китае, например, некоторые такие платформы, Google тоже самое, но столкнулись с определенными проблемами. Ну и, кроме того, необходимо также решить финансы, помочь с ней решить финансовые проблемы. Обеспечить финансовую стабильность в этой новой среде. Ну и еще один вопрос, и это очень острый, это как привлечь самых талантливых людей в журналистику. По статистике, в Гонконге 80% выпускников журфака 5 лет работают с журналистами, а затем переходят в какие-то рекламные компании, маркетинговые компании, компании, которые занимаются public relations. Почему? Потому что зарплаты там в разы выше, чем, собственно, в прессе, в обычной прессе. И нам нужно подумать о том, как привлекать эти таланты, как их пестовать, как их удерживать в журналистике. Спасибо. Большое спасибо, доктор Гик. Давайте мы дадим возможность тем, кто принимает участие в визитационном доступе, выступить. Или, может быть, кто-то из нашей аудитории захочет задать вопрос. Прошу вас, и не забудьте представиться, пожалуйста. Я из Бразилии представитель гражданского общества и работаю в НПО, который занимается вызывательными технологиями и также вопросами, связанными с повышением информационной грамотности. Я с интересом услышала выступление ораторов, прежде всего представительницы Китая, потому что действительно, вот она во многом права, бразильские СМИ тоже борются сейчас активно очень с экономическими трудностями, газеты в особенности. И меня это очень беспокоит, потому что как эти СМИ пытаются победить эти финансовые трудности? Они просто перекопифицируются в обычные какие-то новостные издания, которые вовсю распространяют фейки. И, к тому же, с помощью интернета все эти фейки получают очень широкое распространение. Так что это большая проблема. В Бразилии, в том, что касается отдельных публикаций, может быть, ситуация менее зарегулирована, чем в Китае, более мягкий режим. Но такой вопрос. Можно ли говорить о какой-то ответственности тех, кто распубликует, распространяет фейки в интернете? Слухи какие-то, а не реальные новости. Большое спасибо, Анна. Ваш вопрос действительно очень важен. И мы даже в рабочем документе об этом говорили. Те из вас, кто получил доступ к программе и к интерактивному календарю, графику нашей работы, вы знаете, что там есть документ соответствующий. И также есть возможность для вас присылать на ваши твиты. Так что у вас есть возможность даже после сессии направить нам ваши комментарии, соображения через твиттер. Я еще раз обращаюсь к залу, кто хочет выступить. Так, пожалуйста, будьте краткими. Буквально по минутке будет у каждого. Мамаду, может быть? Мамаду Ло, меня зовут. Я представляю частный сектор. У меня вопросов, может быть, нет на данной стадии к модераторам, по крайней мере. Ну, такой комментарий я сделаю. Вот по поводу новичнической риторики онлайн, определенного экстремизма онлайн, экстремистской риторики. Это большая проблема, ведь не правда? Не правда ли? Согласны ли вы со мной? Большое спасибо, Мамаду. Я вижу, что еще есть у нас желающие выступить в глубине зала. Не забудьте представиться только. Жен Росей из Университета технологии Компиене. У меня вопрос по регулированию распространения новостей на новостных платформах. Как этим всем управлять и руководить? Действительно, иногда речь идет о том, чтобы ввести определенные алгоритмы, алгоритмы, может быть, чтобы затруднить распространение этих или иных новостей, слухов, может быть, опять же. Насколько транспарентны эти алгоритмы? Насколько они позволяют пользователям понять, какой именно контент ограничивается, в какой степени и какова легитимность, собственно, такого ограничения? Потому что не думаете ли вы, что в некоторых случаях это может восприниматься как цензурой со стороны искусственного интеллекта? Ограничение распространения некоторых новостей. Кроме того, может поставить под вопрос легитимность той или иной новости. И вообще, насколько легитимны такие усилия по ограничению распространения? Потому что кто-то может задать вопрос, а почему, собственно, нам мешают это распространять? Большое спасибо, да, вы задали вопрос по поводу легитимности алгоритмов транспарентности. Очень интересный вопрос, может быть, Анкин нам ответит на этот вопрос. Ну, опять же, я напоминаю всем желающим выступить или задать вопрос, что время у нас очень ограничено, так что у вас только по минутке будет на то, чтобы задать ваш вопрос в очень краткой форме. Иначе я вынуждена буду вас прерывать. Да, вот у нас еще есть желающие. Давайте двое здесь и затем к вам вернемся. Я из Гонконга, из АМС Гонконг. Дело в том, что здесь возникает вопрос в том, как журналисты интерпретируют ту или иную новость. Как журналисты интерпретируют новости нейтрально или объективно? Как объективно все это представлять? С тем, чтобы читателю было понятно, что на него никак не влияют, и никто не пытается на него как-то повлиять. Спасибо. Меня зовут Белая, я тоже из Гонконга. Мы говорили о том, что какие-то меры могут быть приняты организациями и гражданами даже. Но дело в том, что фейки очень сложно выявить. Понять, что это фейк. К тому же эти фейки тут же разлетаются по всему интернету с огромной скоростью. Вот что могут правительства сделать, чтобы этому помешать? Как они могут это отрегулировать? Думаете ли вы, что простой запрет, скажем так, здесь поможет? Думаете ли вы, что законодательные меры эффективны в этом отношении? Или что можно, может быть, какие-то другие меры принять? Спасибо вам за ваш вопрос, время ваше истекло. Вообще потрясает просто, как молодежь активно участвует в нашем форуме. Вот молодежь из Гонконга, поаплодируем. Но еще раз напоминаю, пожалуйста, выступайте покороче, потому что времени у нас осталось очень мало, иначе мы не сможем всех желающих выслушать и обсудить все. Василий Гивингс, я из Триндады Тобагу, из Ассоциации работников СМИ Карибского региона. Расскажу о нашем опыте. У нас правительство разрабатывает соответствующую политику, но иногда речь идет о такой импровизации, как они что-то вводят и смотрят, сработает это или нет. И в том, что касается запрета, тут действительно нужен определенный баланс, потому что где запрет, там, соответственно, не может быть никакой свободы. Что наши эксперты думают по этому поводу? Спасибо за вопросы. Давайте выслушаем наших экспертов. Мы бы сначала египетскую точку зрения выслушаем. Доктор Раш Абдула. Спасибо большое за вопросы. Я постараюсь кратко ответить. По поводу ненавиденческой риторики, как это мы пытаемся регулировать. На самом деле, нужно ли здесь регулирование? Вот в чем вопрос. Нужно ли правительству как-то это все регулировать? Знаете, Пинк Флойд в одной из песен задавали такой вопрос. Мама, стоит ли доверять правительству? Что это? Вот такие вопросы или такие тексты тоже регулировать или подвергать цензуре? И это... Я бы сказала на этот вопрос... Я бы ответила так. Однозначно нет. И это касается правительств всего региона. Потому что если мы введем регулирование, если мы это просто запретим, это откроет целый ящик Пандоры на самом деле. Будет очень много проблем. Так что не стоит поступать так во имя защиты наших всех и вся от фейковых новостей. Потому что тут возникнет неизбежный вопрос. А судьи кто? Кто будет судить о том, фейк это или не фейк? Я вовсе не хочу сказать, что... У абсолютно всех будут какие-то злые намерения. И кто-то будет исходить только из своих интересов. Но ведь об этом нельзя забывать, что есть такие игроки, которые имеют определенные интересы. И что они могут их защищать. И есть вероятность того, что они будут защищать свои интересы и забывать об интересах общества, общественности. И неизбежно возникнет конфликт интересов между интересами пользователя. И столкновение интересов пользователя, читателя и какой-то компании или правительства. И кто в таком противостоянии одержит верх? Отгадайте. Конечно же, те, в чьих руках сконцентрирована власть. Власть предреждающая. Так что цензура это очень опасный путь. И вводить цензуру с целью победить наличническую риторику в интернете. Может быть, не совсем. Это не есть оптимальное решение. Потому что неизбежно это бюмрангом ударит по тем людям, которые не имеют ничего общего с этой ненавичнической риторикой или этим экстремизмом. Так что это, на мой взгляд, очень опасный путь. Вот такое регулирование лицензуры. Господин профессор, да, вы очень интересные комментарии сделали на самом деле. Следующий вопрос. Учитывая оговорки, которые существуют в статье 19 пакта о гражданских политических правах, касающихся ограничения свободы слова. Не все страны ратифицировали этот пакт, так что не ко всем он применим, так? Что это за исключение или оговорки? Это общественная нравственность, наличническая риторика, национальная безопасность и ксенофобия. Вот основания, которые позволяют ограничить свободу слова. Поэтому вам вопрос сейчас. Буквально за 30 секунд прошу вас ответить на него. Как вы думаете, правительство, государство, которые эти оговорки в своей конституции внесли, или в свое законодательство, они правы или нет? Профессор Раш. А затем я передам слово Луз Нейгл. Но опять же, я думаю, что опасность в том, что власти, придержащие, будут какое-то свое определение давать, своих собственных интересов и свои интересы продвигать. И то, что они пределят, то, что они посчитают наличнической риторикой, может быть, все таковой и не является. А они это запретят и скажут, что это сделано из изображений национальной безопасности. И фактически это означает конец свободы слова. Это очень опасный путь. Бороться с такими явлениями, с той же ненавичнической риторикой, нужно с помощью образования. Это лучший способ убедить это. Учить, воспитывать наших учеников, наших детей, наших студентов. Нести правильный посыл им. Определенным образом воспитывать. Учить их. Различать, собственно, факты, мнения. Вот, собственно, как могу ответить на ваш вопрос. Учить людей, различать, проводить грань между фактами и мнением. То, что вас, может быть, это удивит, но даже и в институтской среде есть огромное количество взрослых, преподавателей, которые это не умеют разграничивать. Спасибо. Большое спасибо, профессор. Я хотела бы передать слово Джакому Амазоне, который может кратко выступить, а затем передаем слово Лус. Да, спасибо. Ну, во-первых, по методике и по использованию терминологии. Мы в Европе об этом очень много говорили, и нам не очень нравится термин фейковые новости. Фейковые новости – это часть феномена, который мы называем информационным беспорядком. Там масса компонентов разных. То есть, если только фейковыми новостями озаботиться, то мы можем оказаться у себя самих в ловушке. Так что этот подход, наверное, не самый лучший. Что касается регулирования в законодательном порядке. Я считаю, что мы должны регулировать это на законодательном уровне. Сам регулирования, я считаю, недостаточно. Дело не только в интернет-платформах. И вообще, интернет-платформы стараются извлекать для себя максимальные прибыли за счет того, что они стараются привлекать максимум пользователей, создавать максимум аккаунтов и так далее. А фейковые новости позволяют заработать деньги. Так что это проблема. И сама экономическая модель этих платформ не способствует старательным поискам истины, скажем так. Долгосрочное решение, как справедливо сказала Раша, это воспитать людей, научить людей, помочь им понимать. Пользователи, многие обращаются к Твиттеру, потому что не хотят никаких посредников. Хотят задавать нелицеприятные вопросы журналистам. И в результате журналисты сами оказываются в тупике. Журналисты какие-то сообщают новости свои, дабы его не забросали потом вопросами. И поэтому они, так сказать, причесывают, мягко говоря, свои публикации порой. Так что вот публикация каких-то, вернее, самоцензура, это мягкий способ избежать продукционных вопросов. Так что нужно регулировать, конечно. Спасибо, Джакому. Прежде чем мы обратимся к Анке и отношениями с вендорами со стороны, и саморегулирование и так далее, я сначала обращусь к Лузу. У вас две минуты, пожалуйста. Слышите меня? Слышим, слышим. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Думаю, что мы должны включить в число вопросов, которые нужно решить. Это роль корпораций в медийных. Вот в США, например, корпорации влияют очень сильно на то, как воспринимаются новостной информацией, какого типа информация публикуется. Очень мало. У нас небольшое количество медийных корпораций. Я согласна с теми, кто выступал здесь сегодня и говорил, что ключом к решению проблемы является воспитательная работа с пользователями. Потому что чем менее люди грамотны в медийном плане, тем легче манипулировать людьми. Искармливать им информацию любого рода. И вот как мы... Также нужно определиться, как называть дезинформацию или неполную информацию. Фейковые новости – это не все. Мы должны воспитывать людей, чтобы они могли сами распознавать, где речь идет о фактах, где о мнениях, а где о манипуляции. Это было бы очень полезно. И нужно помнить также о роли денег и корпораций в средствах массовой информации. Над всем этим, я считаю, все мы должны задуматься, когда говорим о формировании политики. Опять же, здесь все упирается в деньги, то, чтобы делать деньги. Все знают, что происходит и происходило в США. У нас ведется сейчас политическая дискуссия. Но на самом деле вся эта политическая дискуссия преломляется через призму развлечений. Задача – развлекать зрителей, слушателей. Все превращается в шоу, в прямом смысле слова. Потому что якобы люди, единственное, чего ищут, так это развлекаловки разнообразные. Хотя, чтобы их развлекали. И таким образом роль СМИ несколько искажается. Мы должны впредь рассматривать средства массовой информации как четвертый оплот демократии. Спасибо. Спасибо большое. Мы понимаем, что вы действительно принесли большую жертву. Сейчас еще и шести часов-то нет в Майами. Так что, едва-едва шесть часов утра только. Так что, большое вам спасибо. А сейчас, пожалуйста, следующий оратор. Да, целый ряд вопросов был затронут. Я постараюсь по очереди на эти вопросы ответить. И попытаюсь не затягивать также свое выступление, уложиться в регламент. Один очень важный фактор, который мы должны понимать. Очень часто фейковые новости, фейковые аккаунты также имеют место. И мы должны бороться с фейковыми аккаунтами, потому что это проблема. И тут серьезная проблема с качествами новостей, которые распространяются ботами. И мы действуем против этих фейковых аккаунтов. Потому что, если не бороться с такими аккаунтами, то борьба с фейковыми новостями будет тоже малоэффективной. Это очень полезно. Борьба с фейковыми аккаунтами, удаление их с платформы оперативно. Это очень важное дело, потому что это экономически подорвет также тех, кто запускает эти аккаунты. Далее. Транспарентность. Тут у меня два будет замечания. Во-первых, мы разработали политику по поводу вендоров третьих сторон. Все это прописано на нашем веб-сайте очень подробно. Вся эта политика от А до Я прописана. Можно с ней ознакомиться. Это первое. Второе. Сегодня вы все можете видеть рекламу. Рекламные странички на Фейсбуке. И очень важно знать, кто эти рекламные сообщения размещает. Это решает проблему легитимности на самом деле. Потому что в прошлом мы что видели, когда фейковые новости о платформе крутились, и как с ними бороться особо невозможно было. И плюс фейковые аккаунты. И вот в комплексе они обеспечивали широкое распространение фейковых новостей. Это на Фейсбуке проблема была отчасти решена. А теперь на Ватсапе. Это касается напрямую региона, который я представляю. Что мы в Индии, как мы в Индии поступили. Мы ограничили возможности распространения широкого. Отключили некоторые функции. Функции последующего распространения. И тоже оказалось это очень эффективно. То есть уже вирусными темпами не стали распространяться эти фейковые новости. Ну и воспитание, конечно, пользователей. Работа с партнерами, в том числе и с новостными организациями. Прекрасно. Вот комментарии начальника отдела по публичной политике в Фейсбуке Анки. А теперь, Шмела, вам слово. Мы обсуждали вопросы регулирования в широком смысле слова. И когда мы говорим о регулировании, важно понять, кто регулирует. Кто регулятор. Нужно вспомнить о приватизации решения вопросов о том, что такое легитимный контент. Тут государственные органы какие-то определяют легитимность, исходя из конституционного характера, законности. А приватизация этого аспекта может стать проблемой. Тут очень важно помнить об этом аспекте. Ну а традиционная модель регулирования высказываний – это государственное регулирование. Важно помнить, что государство не есть политическое некое образование. Легитимность высказываний определяется, исходя из национальных интересов. И вот часто правила, которые вводились, неэффективными оказывались в отношении фейковых новостей и распространения языка ненависти и так далее. Я думаю, что мы должны разрабатывать контрнарративы также, в частности, в том, что касается языка ненависти. Это очень важно. Требуется институциональная поддержка тоже. Потому что если даже говорить о языке ненависти, то нужно как-то сбалансировать это все. Нарратив, контрнарратив. И тогда будет равное, как бы выровненное поле для игры. Спасибо. А сейчас две минуты. Ик Чен Чин. Ну вопрос о том, достаточно ли саморегулирования. Я не считаю, что саморегулирование достаточно по ряду причин. Одна из причин такая. Вот, например, если взять фейковые новости в Китае, на самом деле эти фейковые новости были финансово мотивированы. То есть использовались элементы искусственного интеллекта для генерирования фейковых новостей, в результате которых получали люди прибыли, деньги. Так что нужно регулирование, может быть, многостороннее. Новостные организации, правительства, частные компании должны принимать участие. В Китае, например, правительство само распроявляется источником фейковых новостей. Не только, можно сказать, шпионят за гражданами в интернете, но могут также и фейковые новости распространять. Так что нужна какая-то политика в противовес. А какая это может быть политика? Вы знаете, у нас есть в Китае политика регулирования фейкновых новостей. Например, в уголовном кодексе прописана система лицензирования провайдеров новостей в интернете. Ну и, соответственно, платформы обязаны удалять какие-то сообщения, которые содержат в себе элементы дефамации, скажем, или фейковые новости. Ну, тут есть, конечно, что обсуждать. Спасибо, доктор Чан Чин. А теперь удаленный модератор наш. Будут ли какие-то комментарии онлайн? Нет, на данный момент нет. Есть ли в зале желающие выступить с комментариями? А, вижу. Пожалуйста, представьтесь, минута у вас на выступление. Анит Левин, Россия, Российский парламент. Я хотел бы тоже поддержать выступающих, которые говорили о том, что недостаточно саморегулирования, потому что саморегулированием занимаются крупные корпорации, которые владеют медиа и социальными сетями, которые сами определяют единые принципы и не учитывают специфику той или иной страны, а это крайне важно. И говоря о фейк-ньюс, также хотелось бы добавить, что не надо изобретать велосипеды в регулировании этой сферы. Есть общие принципы, по которым сегодня уже работают и интегрируются крупные международные компании и поисковые системы. Это алгоритмы. Речь идет о том, что в первую очередь определяются компании, которые крайне популярны, которые имеют большое количество подписчиков, а в социальных сетях это речь идет о большом количестве репостов, и именно они рекомендуются в первую очередь для тех, кто выбирает тот или иной сайт, ту или иную страницу. Я думаю, что эти принципы надо учитывать при формировании и борьбе с фейк-ньюсами. А если говорить о борьбе с фейк-ньюсами, надо бороться в первую очередь с теми, кто их распространяет изначально, то есть там, где это появляется. Спасибо. Спасибо большое. Прекрасное замечание. Луз, надеюсь, что вы слышали или видели запись этого выступления. Это вполне в струе того, что вы говорили о корпорациях и о извлечении максимума доходов из контента. Помню, что в 2016 году во Вьетнаме ИПАК был, сейчас Папуа, Новая Гвинея, может быть, поэтому президент Китая отсутствовал на саммите. Почти 2 миллиарда. Миллиарда или триллиона? Триллион, наверное, обходится международная торговля, электронная торговля. Вот интересно посмотреть, как это сопрягается с контентом. Очень интересное у нас выступление только что мы услышали от представителей Российской Федерации. Но, как мы видели, по-разному наши участники подиумной дискуссии относятся к перспективам регулирования и саморегулирования. Замечания из зала были по поводу транспарентности алгоритмов. Последнее выступление из зала. Также было очень интересно. Нам говорили о том, что существует общий принцип, это на самом деле уже. Вот мы просим вас как-то поучаствовать в разработке документа, который у нас сейчас готовится в онлайне. Какие-то, если у вас есть соображения, пожалуйста, связывайтесь с нами, и мы пополним документ. Но есть также возможности для межсессионного обсуждения этих тем всех. Если из зала больше нет желающих... А, есть еще один и даже два человека. Пожалуйста, минута вам на выступление. Вопрос. Я с интересом слушала выступления, в частности, при цели Китая. И меня что тревожит тут? Если вы пытаетесь бороться с фейковыми новостями, то фактически вы ограничиваете свободу слова, свободу СМИ. Во многих странах, в том числе и у меня на родине, правительство, государственные органы являются основным источником фейк-новостей. Журналистские расследования, чрезвычайно важные, ведь правда, когда журналисты как раз проводят свои расследования и публикуют различные подтверждающие документы и так далее, правительство как раз этих самых журналистов обвиняет в распространении фейковых новостей. Мы вас поняли. Представитель Китая как раз говорила о том, что нужно, чтобы меньше было ограничений со стороны государства. Буквально полминуты вам на реакцию. Очень рада я, что вы этот вопрос затронули. Действительно, правительство Китая ограничивает права, ограничивает свободу слова. И со своей стороны само же и способствует распространению фейковых новостей. И тоже государство должно на самом деле бороться с распространениями таких фейковых новостей. И почему иногда широко распространяются эти фейковые новости? А потому что правительству не доверяют. Но есть и другие моменты также, о которых не надо забывать. Различные экономические, скажем, соображения. Спасибо. Меня зовут Арсений Недяк. Я из Российской Федерации, из госсектора. Мы слышали от выступавших, что одной из основных причин фейковых новостей или информационного беспорядка, или как это ни называют, это безответственность средств массовой информации или безответственность государства. И вот, может быть, настало время провести черту разграничений между профессиональными журналистами и новыми экторами на медийном поле. Не надо путать их и смешивать. Сейчас в Совете Европы, например, и в других международных организациях делаются шаги к тому, чтобы регулировать эти новые медийные организации. Потому что для традиционных СМИ, профессиональных СМИ, существует уже база законодательная, которая регулирует их функционирование. Нужно, наверное, и новые СМИ также поставить на законные рамки. Это раз. Далее. Как действовать в плане борьбы с экстремизмом? Это тоже очень важный момент. Интересный вопрос. Такой встречный вопрос. Что происходит в странах, в которых все традиционные СМИ под пятой государства, а отдельные журналисты только выступают в роли реальных журналистов, учитывая роль журналистики как системы сдержек и противовесов? Да. Вот по борьбе с экстремизмом что-то у вас еще было? Диакомо, может быть, вы заключительным словом выступите, и потом нам надо будет закругляться. Ну, трудно подводить итоги, но попытаюсь ответить на заданный вопрос или отреагировать на замечание. Вы знаете, определение, дефиницию уже есть. ЮНЕСКО как раз определяет, что такое профессия журналиста. И защита, меры по защите касаются всех тех, кто занимается информированием общества, ведет медийную деятельность. Если хотите, могу вам поподробнее об этом рассказать. Но действительно бывают ситуации, когда на самом деле традиционную роль СМИ выполняют нетрадиционные средства, потому что традиционные находятся под контролем государства. Теперь, что касается борьбы с экстремизмом. Тоже требуются здесь определенные нормы. Требуется регулирование. Причем нужно, чтобы регулирование это касалось не только случаев, когда преступление было совершено, в частности с использованием социальных сетей. Нужно такие правила выработать, которые выступали бы в качестве профилактической базы, которые снижали бы риск возможности таких преступлений. Нужно разработать нормы, которые не пускали бы на платформы соответствующие фейковые новости или какие-то экстремистские высказывания. То есть мы должны ввести ответственность всех заинтересованных сторон. Проблема в том, что на сегодняшний день любой может буквально за секунды довести свои высказывания, свою информацию до миллионов пользователей. Это, конечно, не окончательный вопрос, но может быть первые наметки. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим на воркшопы наши. 81-83 по языкам ненависти, воркшопы 4 по фейковым новостям, воркшоп по местному контенту 186. Документ также, который готовится сейчас, в подготовке которого можно поучаствовать. На этом у нас завершается работа нашей секции. Хотел бы поприветствовать представителей молодежи из Гонконга и других мест, из АТР, из Америки, из Африки, Европы, Восточной Европы, Западной Европы. Действительно, пожалуйста, примите участие в подготовке нашего живого документа. Спасибо тем, кто сидит в президиуме. Особое спасибо профессору Луз Нейгел, которая по видеосвязи принимала участие из Майами в нашей работе. Думаю, все мы заслуживаем аплодисментов. На этом завершается наша секция по СМИ и контенту. Пожалуйста, соберите вещи. Французская полиция, работники правоохранительных органов будут проверять зал, потому что после обеда здесь будет президент Французской Республики открывать официальную сессию. Спасибо всем нашим участникам из разных стран и с разных континентов. Спасибо за участие через стриминг. Мы понимаем, что для кого-то было очень рано, для кого-то очень поздно. Спасибо большое всем за участие. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok